В процессе подготовки каждого сюжета я провожу переговоры, естественно, для того, чтобы для вас донести полную информацию. И перед тем, как зайти сюда, мне сказали, что после того, как я сюда зайду, я не буду одеваться ни в Турции, ни в Египте, ни в Индии, ни в Таиланде. Естественно, я буду там одеваться, как и одеваюсь, потому что фирменные шильдики Red Sea, Кургада, Таиланд, это все надо. Но в остальном я всегда думал, что какого черта я переплачиваю деньги. Там это все стоит доллар, ну, два, три, а здесь 10, 20, 30. Ну, какой смысл? И вот сегодня, сейчас, здесь, на перекрестке улиц Грязного и Советской, в старом добром мебельном магазине, вы не переплачиваете. Вы покупаете все то, по той цене, где-то и производится. То есть за доллар, два, три. Ну, а по-русски 30, 10, ну, 20 рублей. Как это ни странно, но в некоторых случаях кризис пошел нам на пользу. Он отсортировал действительно людей дело от нелюдей. Научил читать мелкий шрифт на кредитных договорах. И заставил людей думать по-новому. И реализовывать новые направления. И я, как человек, не в первый десяток раз бывший за границей, с уверенностью могу сказать. В антикризисном цены один в один, как там. То есть реально в разы ниже привычных нам магнитогорских. В пятницу, казалось бы, надо думать о шашлыке, природе, но никак не о вещах. Что касается ценности здесь и качества товара, как скажите? Прекрасное качество товара и цены. Я всегда сюда захожу и беру, покупаю. Мне даже сад не мешает, я в сад поеду потом. А сколько здесь можно вещей купить на 3 тысячи рублей, к примеру? На 3 тысячи? Ну, не знаю. Смотря у кого какие запросы. Ну, модные джинсы, кофточка. 5 пар можно взять, наверное. Такие вот с плащевой тканью. Ну, 4. Ну, на нашу пенсию, пожалуй, можно разориться? Или можно все-таки что-то покупать? Можно. Можно что-то купить. Мы сюда часто приходим и все равно что-нибудь обновляем. То есть пенсионеры сейчас могут жить спокойно? Конечно, можно. Спасибо, что такие магазины открываются. Ну, вот смотрите, вот вы вещь смотрите. Сколько она стоит? 90 всего рублей. Я могу и внучке подарить такую вещь. Если, конечно, посмотрю, если подойдет. Неплохие вещи. Хорошо. Ну, испугались меня девушки. Потому что, ну, я все понимаю. Такая вещь должна стоить в 5 раз дороже. Ну, это, конечно же, шутка. Вот. Но здесь можно подобрать себе товар. Ну, вот красивые туфельки, допустим, да? Вот. За 700, за 600, за 800 рублей. Стоит ли покупать за 5 тысяч? Лучше купить 10 пар таких. Кабуук сломался, даже ремонтировать не надо. Просто пошли, новые взяли. И вот еще. И, наверное, осознавая то, что вещи это такие же, по сути, расходные материалы, магнитогорцы привыкают брать недорого и не на всю жизнь одежду и обувь. Кстати, такие бренды, как United Color of Benetton, Fruit of the Loom и еще многие из тех, что пудрят нам мозги яркой и безмозглой рекламой, по сути, являются ширпотребом. И в потолке стоят 50 долларов. Стоит ли платить за понты и открытую ложь деньги и большие, решать вам. Теперь о гламурности и практичности. Про гламурность, думаю, раз и навсегда надо забыть, а вспомнить, как магнитогорские гламурные персоны атакуют распродаж за бугром. Вещи практичные, экологичные и недорогие. Вот что сейчас и в будущем необходимо. А такие и есть здесь. Что мы можем предложить горожанам в период, когда все прекратили, казалось бы, тратить деньги? Потому что цены никто опускать не собирался. Вроде бы до поры, до времени. А что сейчас? Ну, мы стараемся бороться с кризисом, поэтому у нас магазины называются антикризисные. Стараемся по сезону привозить вещи, обувь, одежду, все необходимое для дома, для быта. И по максимально низким ценам, чтобы людям как бы устраивала такая цена в период даже кризиса. То есть мы можем конкурировать с крупнейшими ярмарками, при этом давая возможность покупать товар ниже по цене, но в гораздо более комфортном, чем, допустим, под открытым небом помещении? Ну, конечно, помещение – это у нас комфортный магазин. Заходишь в нормальных, приличных условиях, люди могут покупать для себя обувь, одежду, нормально в примерочных примере, в зеркало посмотреть, как бы подобрать то, что нужно. В отличие от того, что под открытым небом, при любых погодных условиях, себе такого не позволишь, не подберешь. Конечно, и по максимально низкой цене это все. Вот мы видим, допустим, товары для детей естественные. Дети должны одеваться в натуральный хлопок, стопроцентный хлопок. Так ли это на самом деле? Это на самом деле так, потому что мы работаем с российскими фабриками. Вот, например, возьмем ползунки. Это город Ростов-на-Дону выпускает. И многие другие российские фабрики, с которыми мамин малыш вот у нас тут. То есть детей сейчас можно заводить спокойно? Это недорого? Стопроцентный хлопок. Нет, это недорого. Много приходят у нас покупатели с колясками, с маленькими детьми. Даже встречаю своих знакомых, с которыми сталкивалась в других местах, скажем, в дорогих магазинах работали они. Сейчас сидят в декретном отпуске, приходят к нам и одевают своих малышей. Я толком, как и многие россияне, не понимаю смысл антикризисных мероприятий, как и всей политики. Не мы были причинами кризиса, но страдаем мы. Странно, да? Также немного непонятна антикризисная реклама, где маржа продавца, скинутая с товара, преподносится как манна небесная. Вот это реально антикризисный магазин со смешными для самого дорогого города Земли ценами. Это реальная помощь. Где находится он? В перекрестках Советской и Грязнова, напротив радуги вкуса и бывшей медсанчасти Тресного магнитострой. Вы его помните, под вывеской мебельный. Существуют в природе, ну и в жизни человека намоленные места. Как-то храмы. Существуют еще и натоптанные места. Ну туда, куда не зарастет народная толпа. Тропа. Так вот, сегодня старый добрый мебельный магазин на пересечении улицы Грязнова и Советская. Я 100% гарантирую, что скоро, даже не на центральную городскую ярмарку, хотя есть возможность там что-то купить. А сюда люди будут приезжать, потому что дешево, реально дешево. И реально качественные вещи за копейки буквально. Так что приезжайте. Продолжение следует...